Дорогая планета земля, беспокойный и вредный дом мой, Как прощается Али-Звезбор, где пролёт короткая еда, Так отстал и я этот дом, увлечённый за облачным светом, Выше топовер и выше огонь, Выше, чем горит дорога вечная, Я стремлюсь туда, где царствует любовь, Я стремлюсь туда, где радость вечная, Я стремлюсь туда, где царствует любовь, Я стремлюсь туда, где радость вечная, Эти листья летят с тополей, Обордают под ноги прохожих, Так и годы земные людей, На осенние листья похожи, Пусть летят вереницы года, Но к тому лишь туда, кто рад жизни, Кто желает увидеть Христа, Приготовься к небесной отчизне, Выше топовер и выше облаков, Выше, чем горит дорога вечная, Я стремлюсь туда, где радость вечная, Я стремлюсь туда, где царствует любовь, Я стремлюсь туда, где радость вечная, Люди местные, утешители души истины, Ты же везде сыты, И все исполняй, Сокровища благих, И жизни подателю, Приди, сили сявны, И очистины от всяких сверны, Ты спаси блажей души наша. Отец наш небесный, Борю тебя именем Господа нашего Иисуса Христа Спасителя, Прибудь с нами, Не дай нам уклоняться ни лево, ни вправо, Но строго по окровавленным стопам Твоим следовать. Тебя слава всылаем Отцу и Сыну, Святому Духу ныне, Всегда и во веки веков. Аминь. Снимай, снимай. Нет. Снимай, снимай. Здесь жарко, вообще. Не заплотняй тебе. Где у тебя поводит? Сейчас. Мы и одеваем зиплом, Чтоб пояса нет, да? Распоясся здесь, мальчик. Оденьте на него пояс, найдите. Что-нибудь найдите. Что-нибудь найдите. Поищите где-то веревочку. Завязку. Я думаю, есть, мы думаем. Идут, если вот эти. Видишь, вокруг. Сережа, нашло, нашло, нашло. Что означает пояс? Пояс. Это не просто. 150 мест в Священном Писании указывает на пояс. Пояс означает готовность к благовестию. Готовность нести благую весть миру. Понятно, Сережа? Да. Будь всегда готовым. Пока Игнатьевича нет, я хочу предложить вам приготовленное толкование на параллельные места сегодняшенное и вчерашнее чтение Евангелие от Луки о Заповедях Блаженства, которые параллельными местами является 5-я глава Евангелия от Матфея. 5-я глава Евангелия от Матфея и Евангелие от Луки, шестая глава, это параллельные места. Все это говорится о Заповеде Блаженства. Вопрос. А кто хочет быть блаженным? Не все. Вася, Вася хочет быть блаженным. Так вот, я хочу спросить, а что такое блаженный? Кто такой блаженный-то? Счастливый, счастливый, радостный, улыбающийся. Похож, Вася, на такого? Да, мы блаженный по-другому, по-мирскому. Вот блаженными называли еще другое. Есть два понятия блаженных. Юродивые. Юродивые. То есть блаженный не от мира сего. Он как бы вот такой вот. Он живет уже как будто не в этом мире. Себе на уме. Себе на уме, говорят о таких тоже, да. Он не в том мире, в котором он был. А мы не знаем, как он был. Поэтому, ну, в принципе, вы охарактеризовали это слово. Блаженный. Блаженство. Еще все-таки я хочу вернуться к этой теме о блаженстве и горе. Потому что блаженство, а противоположное – горе. И когда говорит Господь о блаженствах, такой-то блаженный. А если не так, то горе тому. Противопоставляется всегда. Иисус начал свою проповедь изложением в заповеди блаженства и предупреждениями, накликающими на себя горе. Каждому из четырех блаженных параллельно горе вам. Про разглашение блаженства, 6 главе, с 20 по 23 стих. Термин «блаженство» встречается в Евангелиях 30 раз. Только в Евангелиях. Но за исключением двух случаев только у Матфея и Уйки. Первоначально этим словом «макариори» древние греки передавали счастливое состояние богов, не знающих земных страданий и забот. Позднее им стали обозначать и приятные чувства, испытываемые человеком. В отличие от библейских, греческие писатели видели источник блаженства в земных удачах и ценностях. Но авторы Ветхого Завета исходили из того, что истинно блажен или в высшей степени счастлив тот, кто доверился Богу и уповает на Него, кто боится и любит Его, кто не грешит пред Богом и пред людьми. Вот в чем истинное блаженство. А у нас часто «О, какое блаженство! Лег в постель на мягкую еду, тепло, сухо, чистая простынь». «О, какое блаженство!» Вкусил, кто-то пьет чай или кофе, кофе с молоком, с сахаром. «Какое блаженство! Какой аромат!» Путаем. Блаженство. То есть это блаженство, оно настолько кратковременно, суетно, временно. Даже не то, что временно, а кратковременно. Вот только прикоснулся счастье здесь, блаженство в этой земной жизни, оно улетучивается в тот же же, как только к нему прикоснулся. Как слава аналогично. Слава убегает до тех пор, пока ты не прикоснулся. То есть слава убегает от тех, кто к ней стремится. А приходит к тому, кто от нее убегает. И блаженство, оно вот здесь, в этой земной жизни, оно почти неуловимо. Поэтому нам нужно, конечно, ориентироваться на то блаженство, о котором говорилось еще в Ветхом Завете. Старозаконие 33, 29. «Блажен ты, Израиль! Кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь их выи». Выи их. Псалом 2, 12. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него, на Господа». Псалом 31, 1-2 стих. «Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе нет лукавства». Псалом 39, 3. «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою, и не обращается к гордым и к уклоняющимся к лжи». Псалом 11, 1 стих. «Блажен муж, боящийся Господа, и крепко любящий заповеди Его». Далее, Псалом 1, 1. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Еще раз воздохну и прошу вместе со мной воздохнуть о пути грешных, о пути, о совете нечестивых, на котором сейчас находится мой сын. Отсутствие сегодня здесь, на нашем собрании. Да, разумеется, его Господь и остановит на этих скользких путях. «Но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь». Притча 14, 21. «Кто презирает ближнего своего, тот грешит, а кто милосерд к бедным, тот блажен». Притча 29, 18. «Без откровения свыше народ не обуздан, а соблюдающий закон блажен». Новозаветные блаженства насыщены эмоциональной силой. Зачастую они исходят из противопоставления ложных земных оценок и представлений и истинной небесной оценки тех, кто действительно блаженны. Это места можете записать. Матфея 5, 3, 6, 10, с 3 по 6 и 10 стих. Лука 11, глава 28 стих. Иоанна 20, глава 29 стих. Иисус говорит ему, «Ты поверил потому, что увидел Меня, блаженные не видевшие и уверовавшие». 1 Петра 3, 14. «Но если и страдаете за правду, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайтесь». 1 Петра 4, 14. «Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас. Все светские блага и ценности вторичны и зависят от дающего всякое благо самого Бога, олицетворяющего высшую степень добра. 2 Человеческие мерки не подходят для оценки истинного блаженства, ибо имеющие его воспринимают настоящее в свете будущего». Лука 23, 29. Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Дщери Иерусалимские, не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут блаженны, неплодны и утробы не родившие, и состы не питавшие. Тогда начнут говорить горам, «Падите на нас и холмам покройте нас». Смотря на события на Украине, скажешь, что поистине уже начинает совершаться то, о чем говорили многие, которые говорили, что близко время. «Блаженство тех, кто последует за Ним» Иисус обуславливает четырьмя состояниями в этой жизни. «Блаженны нищие духом, блаженны алчущие, блаженны плачущие ныне, блаженны вы, когда возненавидят вас люди». И в каждом случае Он объясняет, почему таковы блаженны и счастливы. «Нищие блаженны потому, что их есть Царствие Божие». В большинстве древних списков Евангелия от Луки 6.20 стоит просто «нищие», а не «нищие духом», как в Матфея 5.3. По мнению некоторых толкователей Библии, Лука хотел тут подчеркнуть именно житейскую, материальную бедность, столь характерную для первых христиан. «Неслучайно Он особо подчеркивает и то, что последователи Иисуса оставили ради Него все». Матфея 5.11.28 «Заявление Христа, что Царствие Божие принадлежит нищим, основано на Его власти дать это Царствие тем, им, которые настолько доверились Ему, что, отрекшись от прежней жизни, пошли путем, который указал Он». Иисус, конечно, не имел в виду, что любой нищий наследует Царство Божие. Сколько бомжей в теплотрассах? Не о них, говорит Господь. Его слова относились к Его последователям. Они были нищими, и им принадлежало Царство Божие. А потому они были счастливее тех богатых, которым путь в это Царство был закрыт. Они были блаженны. Как и нищих, алчущих и плачущих, то есть терпящих многоразличные невзгоды, ради Христа тоже ожидают блаженное воздаяние в будущем. Причем не только физически страдающие подразумеваются здесь, но и все, кто не находит отрады в земных благах, а стремятся к Христу, и лишь в общении с Ним обретают мир и утешение. Последнее блаженство обещано тем, кто претерпит гонения за Сына Человеческого. Именно это ожидало и первую очередь апостолов. Их будут ненавидеть, отключать от Сина Бога, поносить и бесчестить за Иисуса. И тем не менее, они блаженны в свете той награды, которая ожидает их достойных преемников, веткозаветных пророков, с которыми поступали также на небеса. Те, кто перечисляются в этих стихах, как бы противопоставлены последователям Христа. В стихах Лука 6, глава 24-26, здесь перечисляются, именно о них говорится. Богатые, присыщенные, смеющиеся, то есть не желающие поступиться ради Христовой истины земными благами, высоко ценящие успех и популярность. Они не сознавали опасности на вещи над ними и не хотели прислушаться к тому, в чьей власти было открыть перед ними врата Царства Божия. Им-то и возвестил Иисус четверхкратное горе, отражающее в каждом случае нечто прямо противоположное тому, что радует их ныне, и прямо противоположное тому, что уготовано его последователям. вот такие заметки из разных поучений на местах Священного Писания, которые читались вчера и сегодня. несколько яснее стало, что такое блаженство и как, что он означает и как нужно к нему стремиться. и как раз вовремя. Разрешите вам присутствовать. Заходите, разрешаю. Просим, не только разрешаю. Уважаемый был такой филарет милости, он все-все раздал. Не забывайте, что... Обедать мне еще, он зайдет, а дети обедают. Дети, лучше не как отца, а хоть как странника примите. Принимаем как отца. Вовремя все. Как раз о нищих, о филарете заговорил, Игнат Тихонович. Дивные дела твои, Господи, только и скажешь. А спроси, где я был. Где вы были? У своего компьютера. Ну вот. Слушал, что разговаривал по скайпу с Сергеем Козловым. Расскажите. Сам послушаешь. Заголовок, сайт называется «Была бы позже». Нет, нет, нет. Утром сейчас выставил. Вчера он от меня качал целые сутки. Когда я говорил, я не чувствовал это. А сейчас сам чувствовал и пробрал. А он мне написал. Материал настолько тяжеловесный, что его не трогать, а смотреть страшно. Внутреннее положение церкви. И вопрос он собрал и мне задает. Ну, а я все забрал. Давай все говорить, как есть. Ой-ой-ой. Все равно какая-то душа пробудится. Не может там не пробудиться. Там просто лава идет. О, да поможет Господь. Это слава. Это Бог и взял. Все забыл. И сижу, как будто это не я говорю. Поднимает руку, ты не видел. Я хотела бы все забываю. Игнатий Тихонович, я когда была в Ишиме, у епископа Евтихия, первого августа, он со мной беседу имел. Ну, в храме, правда. Но потом мы когда вышли, и я уже с ним, как бы, попросила благословения дальше, чтобы как, все, чтобы его оставить, уже отойти. И он попросил передать вам привет. Да ты что? Никому не передал. И в сети? Да. Спросил, как у него здоровье. А ты что сказала? Ну, я сказала, как было. А что сказала-то? Ну, сказала, что... Как вот вам было поездки, когда вы возвращались, по какой причине, и как вы братьям что наказывали? Так, подожди. Разберемся. Повтори. Снова, да? Да, что сказала-то ему? А, я ему сказала, что... Не хрящи, потише, ладно. Я ему сказала, что Игнатий Тихонович вернулся из поездки, и у него было очень тяжелое такое состояние, которое... Физическое. И физическое такое состояние, что он готовился, говорил, что если я в дороге умру, то вы меня нигде здесь не отдавайте, а спрячьте и везите домой. Ну, чтобы никто не знал, что я вот тут этот мертвым грузов, ну, чтобы меня домой привезли. И только там все как бы это... Я ему это передаю, он так... Он так как-то проникся, так в таком состоянии. Что это он уж так, я говорю? Ну, вот такая у него ситуация. У него так отец умер на 76-м году жизни. Агнатию Тихоновичу 10 июня исполнилось уже 75. И поэтому он чувствовал, что вот такое вот... По отцу, вот он думал, что вот так может быть получится. Он так смотрел на меня и говорит, от меня поклон и привет передайте. Поклон и привет. Никому не передал, какой-то он такой строгий был. Так, я поправлю. Мне не было ни плохо, ни тяжело. Просто я вперед, еще не выезжаю отсюда. Вот Виктор Андреевич, это на французском, немецкая на английском языке, документ, там деньги, он большие заплатил перевозчикам, чтобы меня нигде не бросили, органы не брали и прочее. Только поэтому. Вернулся, а у меня неладно было с ногами. Я хожу, я их не чувствую, потому что перелезанное там у меня. Я ходил целый месяц как на колотушках. Здоровье у меня хорошее. Хорошее, потому что кишечник, желудок все переваривает. Вот самое главное. Да, вот это. Это я работаю, у меня сердце нормально, ложусь спать нормально. Обиход большой, хороший. Ваша любовь. Володя, куда я делал, я сам могу сделать, кошек поднять на чердак. А зачем Володя? Володя туда-сюда снует, а я слежу. Поэтому все же не жидко. Любовью вашей храним. О! Не болел я, не лежал ничего. В одном месте нынче приехал, да было. Пришел из бани. А комари накусали, это значит надо веником прожариться. Особенно у меня с адборатной стороны на сгибе они прокусывали. В лесу работали. Пришел. Знаю, что пропотел. И знаю заранее, нельзя. Пришел, термос пустой. Беру пол-литровую полную кружку. Беру мед. Мед вообще нельзя с холодным. Не считай в жаркую погоду где. С холодной полторы кружки, это чуть не литру, с медом. Ничего нету. И все, и поплыл, и поплыл. Почти две недели нынче я тянул. А тут зуб откололся, язык режет. До меня возили. Там над картошкой попарился. И все равно я болезнь себя не считал. Это не болезнь, это от простуда простуда. Болезнь это перелом. На костыле там упал, позвоночник, голову там прошивка. А это какая болезнь? Да нету. Я эту неделю занимался Израилем. У меня иногда такие провалы наступают. Во время я освобождаюсь, и как будто кто-то развивает эту работу. Я чувствую, давно я не занимался важной темой. Вот как будто бы я вдруг оказался где-то, это все куда-то провалилось от меня, и я ничего больше не хочу знать. Как-то события так складываются, я свободен. Я с утра до вечера смотрел и смотрел ролики про Израиля. Ролики документальные и на документальной основе. Как Израиль возрождался, какие были захваты. Самая лучшая контрразведка в мире. В мире. И как они вот от самолетов, где в Кении. 4500 километров, куда угнали они заложников. И как они сумели пролететь незамеченные Русланы. Русланы. Четыре Руслана. Это какие там с машинами. И как они там все ночью подняли, все разбили. Ну потеряли главного, родного брата Натальяху. То есть я знаю, но мне надо было подновить. И вдруг, три дня свободных, я три дня вот так плыл. Все. Вот как-то все так складывается. Времени нет. И вдруг подумал про Израиля, давно я не занимался. Мне надо подновить данные. А тут новые ролики, прям новые. Скажи ты, все, вдруг от меня отошло. Компьютер не работает. И вот Сергей у меня забрал. Оттуда руководится в Воронеже. И Кащает. И я тут с Израилем вот пробыл. Я не скрываю, что я христианин. Я не скрываю. А раз христианин, я должен молиться. Мир на Израиле. В молитву надо все время вплетать эти слова. Мир на Израиле. Мы считаем в Псалтыре эти слова. Если я в Псалмы-то признаю. Иерусалим. Светися, светися. Новый Иерусалим. Но и старый не забывай. Все. Простите, Христианин. Простите, Христианин. Простите, Христианин. Вернемся к последнему стиху, которому закончили предыдущие занятия. Очень такой важный стих, о котором Иерусалим сказал сакральные слова. Но сам стих сакральный. Когда же все покорить Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. А что, еще не наступило это время? У меня вопрос возникает. Что, Сын еще не покорился Отцу? А зачем ты перепрыгиваешь, что впереди написано? Когда покорится Сыну, тогда Сын. Сыны, эти слова-то нельзя брать, пока Тони не понеслышится. Нет, у меня и возникает вопрос. Я читаю. Когда же все покорит Ему, тогда и сам Сын покорится покорившему все Ему. Да будет Бог все во всем. Значит, вопрос... Игнать, что поправил меня правильно. Значит, задайте вопрос свой. Предыдущий, получается, вопрос. Предыдущий, когда исполнится, тогда второй выйдет на повестку дня. Пока нельзя брать, потому что впереди не исполнено. Сегодня говорит о печати Антихриста. Говорят люди, они не разумеют. Нельзя печать какого-то человека поставить раньше его рождения. Сначала он придет, получает царство, тогда ему делают печать, он эту печать ставит. А не так, что печать есть, а человек еще не родился. Так не бывает. Так люди, которые сегодня боятся ИНН, новых паспортов, пластиковые карточки, они ничего не знают. Они просто тупые. Это у меня сейчас последнее. Один из последних роликов, прям последний, называется «Каша из топора и топорная тупость». Это Сергей назвал. Я пришел на веранде, у нас там топоры три лежат, и надо деревья сучки обрубать. Ну, я руку сунул, топор вверху, я знаю, вчера я ложился туда. Шок, я чувствовал. Я его взял и пошел туда, прошел с Надеждой Васильевной там у ней, там у ней, там лес этот. Врубит, ударил, еще нет, я смотрю, что за топор-то у меня. Я тогда вспомнил. Топор, у которого носок отшиблен один, второй, и весь вот так, как пила. Его взяли, когда купили один раз, такой батюшка стопол, носок вот такой вот примерно отлетел от топора. Он тогда другой стороны ударил, а другой стороны такой же отлетел. А Виктор врубил косточки собаки. Это и где ударит, и там из топора вываливаются кусочки железа. Он как пила получился. А у Соломона говорится, это экклесиаста, что если топор затупится, то мудрость знает, как сделать его острым. И я сразу начал это говорить, взял топор с тобой, утром принес его в лагерь, и записали целый ролик. Вот получился. Обыкновенный топор, нечаянно его взял, но получился фильм. Вот в этом-то вся мудрость-то. Материала никакого нету, кроме ржавого, ломаного топора. А ты, когда ролик-то посмотришь, ты ахнешь. Я говорю, что такое острый, что такое тупой, и подвожу к тому, что это говорится вот о чем. Топор выполняет такую-то роль. И что мы дальше делаем? Для нас топор это язык, мы сейчас рубаем где-то. И почему он должен быть приправлен солью, слова ваши? Если топора я вышел, и все эти места высветил, и снимающий все это снимает. Это не просто так. События идут в определенном порядке. И поэтому рассуждать вперед, а как он покорился? Я отвечаю, сейчас еще эти слова не исполнены. Это определено, когда написано тогда, когда первое случится, вот это все под ноги его, тогда и сам сын, значит, тогда. Сейчас говорить не надо. Тогда возникает вопрос, а что должно быть положено под ноги его? Что должно быть покорено ему еще? Что не покорено? Иисусу. А что еще ему не покорено? Ему-то и понятно, что ему и Иисусу. А что не покорено ему? Здесь непонятно в этих стенах. Давайте выйдем за ограду. И мы увидим непокоренное. Вот стоят двое, курят и матерятся. Непокоренное. Я читаю газеты, слушаю радио, вижу непокоренное. Там воруют, там убивают, там натравливают, там разрушают, там новые взрывы готовятся. Непокоренное. Когда все покорится ему, и перед ним поклонится всякое колено небесных, ангелы поклонится, земных, это мы, преисподних демоны. А сегодня нет, демон еще свои дела делает, безбожники делают. Тогда все до единого поклонятся и скажут, ты победил, правде твоей, ты прав был. это нам кажется, что вот, доказали ему этому, а он не понял, и прочее, а вот эти доказались правы коммунисты. При мудрости Соломана написано, и будет день, вторая глава, когда воскреснут все, и тогда они увидят спасенного, и скажут, это неужели тот самый, который был у нас в пренебрежении. Это мы были безумные, и мы считали жизнь его презренной. Мы, а не он, которого мы считали отредным. Вот когда это будет. Мы, то есть они признали себя виновными, это значит, они уже поклонились там, все. Но это еще впереди будет. Некоторые умирают, и грудь на себе на рубаху рванет. Этого не будет. И тогда люди увидят себя во свете, том, который Бог даст, совесть внезапно пробудится, освободится от всякой шелухи. И человек увидит все шансы, моменты, когда я мог быть другим. Ужас какой. У Жанна Поля Рихтера есть такой рассказ, его Билинский разбирает. Когда человек стоит в новогоднюю ночь и смотрит, старик, древний, дряхлый такой. Люди какие. И вдруг перед ним все проходит. Какая его была жизнь. И он только повторяет, и я мог быть спасенный. И я мог быть спасенный. Что я сделал? И вот там-то там говорили, и я мог быть. От нас люди, которые уходят, вообще не были. Я считаю, это сумасшедшие совершенно люди, потерявшие совесть, рассудок. Они никогда малой талики не получат, что они здесь имели. Это не из-за пихоженного дома, где порядок, честь, забота. Они бросились туда, где круговорот, никто никого не знает. И как говорится, черти в мешке. И священники никто ими не занимается. И пойти туда, это совершенно умалишенные люди, бесноватые. Нормальный человек не может пойти вот из этой комнаты, где слуха, ничего нет, и выйти сейчас под забор, и собаке он там дал. Все время носилище. И чтобы около собаки прилечь, и смотреть, сколько на него прольется. Бездомная собака. Сегодня в церкви-то люди именно такие. Никто никого не знает. Любой через порог чаще исповедуется, чаще причащается. Больше ничего нету. Безумие поповское. Это безумие. И люди говорят, о, у вас нельзя, той, допустим, сын из-за бороды стоял где-то. А я пошел в Московскую патриархию, и там и безбородые, все причащаются, и под безбородые. Ну, где он будет? А я пойду, и все равно тоже Царство Небесное получу. Да как ты говоришь, что заодно это не получишь ничего? Ты сбери, говорит, такого учителя, строже которого Вселенной нету. Для чего-то это сказано нам. Люди как на себя. Павел говорит, смиряю, порабощаю тело мое, тело мое просится побиться. А я смиряю, не должно этого трогать. Ни на одной иконе нет бритого. Нигде. Сектанты, которые вообще не касаются церковной истории, но рисуя Христа, они рисуют его с бородой. Рисуя апостолов, пророков рисуют с бородами. Еще непонятно. Они тоже это осознают. 1906 год, журнал «Баптист». Одна молодежь на корочке. Огромный журнал, как журнал «Огонек». Все до одного с бородами. Ленин, Союз освобождения, борьбы за рабочего класса. Семь человек сидят. Самому старшему 30 лет. Все с бородками. Его отец Илья Николаевич сидит. И у него там инспектора сидят. Все до одного с бородами. Что тебе доказывать-то? Я не ссылаюсь даже уже не на иконы. Все поклонятся. И тогда эти люди скажут, что я наделал. И тогда он приходит в чувство себя. И вдруг, как встряхнул, что и видит, что он еще 18-летний стоит. То есть ему было показано не прошедшее, а будущее. Как он плакал. Я могу все изменить сегодня. Я не пойду на эту дискотеку. Я не пойду делить добычу, ворованный грабеж. Мне не надо эти университеты, которые учат дури всякой валиологии. Мне не надо ничего этого. Я пойду для Бога. Я пойду за Христом с апостолами страдать. Он это увидел. Увидел наяву. Но это языком литературным написано. Я его сразу переписал в руки себе. Люди-то многое не имеют, только изоления. Я здесь сейчас беседую. И я говорю, у меня знакомый священник, очень хороший. 25 лет уже он проработал в этом сане. И говорит, вот я исповедую и говорю, ну ты, Настасья, ну почему ты детям все позволяла делать, а теперь дочь у тебя какая распутная растет. Сын, вон пищушка вчера валяется где-то. Да батюшка, я говорила, еще не слушай. Она соглашается, да ну где-то маленько не так может. Соглашается. Я скажу тебе, почему ты такая. Ты ленивая. Кто батюшка? Я? Да. Нет, батюшка, я не ленивая, я как пчелка. Она пчелка. Да во сколько ж ты встаешь-то? Ты за детей сколько молилась? Дети-то почему такие-то? Потому что ты другой был, ты с мужем цапалась. Было это, не слушалось? Ну да. Почему ты не трудилась над своей душой? Ты ленивая. Еще интересно, 25 лет прошло, и ни одной еще нет, которой в лени покаялась. Да ты что, батюшка? Я так работаю, я до упаду работаю, как пчелка в полете помру. С чем угодно соглашаются они с этим. Проверь себя, и ты увидишь. Работница, да моя мама сколько работала, вас здесь половина надо взять, всех вместе сложить. Ну-ка, прикинь, я тебе скажу, доила коров когда-нибудь? Ну, ты видела, как не было этой дойки-то? А матери нашей доит, за ней 12 коров. Три раза в день надо вы доить их. А вечером она идет на ток. И тогда были огромные эти машины крутить, и назывались клеветоны. Только вдвоем, одному не провернуть. Вот такой вот, вот такой размах ручки. С той стороны женщины, они вдвоем атакуют их, крутят. И около 3-х часов. Ночью только где-то приостановится, и тут же на пшеницу только упала и заснула мгновенно. Часов ни у кого нету. А вот это Орион, три звезды рядом. Вот Орионы, мама называла их Кичиги. Кто-то проснет, скажет, девки, Кичиги-то уже за эту березу зашли. Это уже означает около 5-ти часов. Надо идти коров доить. Вася, ободрись. Сатана просто тебя залепил. Коров доить не надо. И вот, а дома, дома своя корова. Да у бабушки. Да отец без руки инвалид. Да 10 ребятишек. Да огород полгектара. Да 25 колодок меда все надо проверить. Все надо поставить, все надо выкачать. Это все на одной. Он-то не косит, она мать сама с косой идет. А мы еще какие. Это одна. И всегда веселая, всегда радость. Я никогда не видел, чтобы мать на что-то жаловалась. Всегда улыбка, радость. У ней духовная радость. И потом говорит, испуганная такая, наверное, Богу молитва моя не угодно. Я на молитву-то дома встала, склонилась, а повернулась головой к порогу. То есть она поклонилась, уснула, развернулась во сне, коров-то доит, и еще раз уснула. Это на все, про все, может, полчаса ушло. Какой же народ был крепкий. Так она кули носила, где-то там, на паром или где носила. А кули-то 110 килограмм. 110. А у нас мужики сегодня три только ведра картошки положить, а четыре он уже на инвалидность подает заявление. Герои наши, откуда что бралось-то? Это был другой народ. И никогда ни жалобы ни на отца, ни на кого была вся радостная. Ума хватало. При мне моя мама за меня ни разу не заступилась. Только за нее. А ее, ее теща только за меня ни разу нигде не обидывала мне ничего. Кто их учил так делать? А мама скажет, вы-то все здесь, а она одна. Для нее люди новые, ей поддержать надо ее. Ни одного класса нету. И как они умно умели рассуждать? Да моя мама Мария Егоровна очень умела. Мудрость. А Писание, Писание, научилась, наверное, лет в 50 считать только научилась. Одни очки надела, другие, да вот такие толстые стекла двумя очками. Сынок, тут прогони, мухи у меня между очками налезли. Как не придешь, сидит, все читает, молится. Какой нам пример оказан? И все. Пост один раз съездит, причастится к Папуне Коле здесь из Старогреца. Считай. Мечтаем, что Феофилак Болгарский на этот стих говорит. «Дабы кто не сказал, что хотя отец и не покорил сыну, однако сыну ничто не препятствует быть сильнее его, сполна разрушает такое предположение и говорит, что и сын покорится отцу, показывая полное единомышление сына с отцом. посему знай, что отец есть причина и источник всей силы для сына, и что сын не есть какая-нибудь иная сила, противоположная отцу. Если употребив выражение более смиренное, чем следовало, то не удивляйся. Ибо Павел, когда хочет уничтожить что-нибудь с корнем, обыкновенно употребляет усиленные выражения. Например, желая доказать, что верующая жена, живя с мужем неверующим, не терпит вреда, он сказал, что неверующий муж освящается женою. 1 Коринфянам 7,14 Но не то он говорит, что муж, оставаясь неверующим, делается святым, но усиленным выражением показывает, что верующая не терпит никакого вреда. Так и здесь именем покорения с корнем разрушается лукавый помысл, который мог явиться у иного о том, что сын может быть сильнее отца, если он может совершать столько дел. Григорий же богослов говорит, что сын усвояет все наше себе и наше подчинение почитает своим. Ныне мы противимся Богу, неверующие тем, что не признают Его, верующие тем, что многие работают страстям, и посему-то мы не покорены. Но когда одни признают того, кого ныне отвергают, а другие мы отстанем от страстей в жизни сей, тогда без сомнения можно сказать, что сын покорился. Ибо, приняв на себя лицо человечества, он вменяет и наше себе, дабы все было в зависимости от отца, дабы никто не думал, что есть два начала безначальные и раздельные. Ибо когда враги будут под ногами сына, а сын не противится отцу, но, как прилично отцу, покоряется отцу, тогда, конечно, Бог и отец будет все во всех. Некоторые же говорят, что этим, то есть, покорностью всего означается прекращение зла. Ибо когда не будет греха, очевидно, что Бог будет все во всех, тогда не будут уже многие из нас вдаваться в нечистые побуждения и страсти, не имея в себе ничего божественного или имея он его мало, но все будем богоподобны, все будем вмещать в себя Бога и только Его, ибо Бог будет все для всех и пицца, и пища, и питье, и одежда, и помышление, и пицца, и вареники. Я маленький здесь хочу заставочку маленькую сделать. Вот когда говорится о равенстве отца с сыном, и вот такие выражения покориться все, это очень, очень высокие слова, в которых путались и святые отцы. Мне положено было на сердце обходить эти слова. Я просто их заучивал, говорил и не пояснял. Пояснение это все знаю, повторить могу, но я не пояснял. Написано, прими. А тут запомнить, вот как они толковали. А попробуй сам дойди до этого. Это тот момент, где чужое толкование тебя может куда-то увести. Есть такое выражение, я его просто сам выработал себя. Но его можно по-разному сказать. Не надо за это привязывать все, что я скажу. Все, что написано о Боге, о его свойствах в Библии, грубо говорю, это неправда. А на самом деле, это сказано не в полноте истины. Как так? О Боге? Вы слышали такое слово о человещивании, антропоморфизме. И Господь говорит так, я простру сапог мойной дома. Да что думаешь, у Бога сапоги или что? А какого размера? Ну так можно что угодно. Говорит, а чищены они, не чищены? А из какого материала? Это образно говорит о могущести Божьем. Как для человека раздавить червяка, так для Бога на страну наступить и она исчезла. Весь Советский Союз. Наступил теперь, нет его. А тут объясняю теперь Солженицыным и гласностью. О Боге, когда говорится, Господь говорит, не отяжелело ухо мое. У него нет ушей. И раскаивался Бог, что творил человека. Раскаивается человек тогда, когда не знал. Я его запустил, он со мной живет, обокрал и ушел. Я раскаивал, опустил. Ты скажи, ты показался верующим. Вот. Приехал с женой, потеряя, устраиваться. И подозрений никакого не было. Хороший, молодой, ну лет 40, может быть, с чем-то, где-то. Все разрешили смотреть. И вдруг он на вокзале Надежда Павловна была у нас, Егоренко. Кто ее захватил? Многие. 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 Да, захватили. И она шла, они ее увидели, они ее узнали сразу. И подошли, деньги взаймы дают, мы хотели поехать, то, другое. Она дала. Их нигде нету. Они оставили адрес. Я написал туда, нигде не ответы. Значит, адрес был не тот, люди не те, они не пришли, не вернулись. Где сейчас собрали, ну, видимо, два афериста. Я не знал, и я раскаиваюсь. А Бог как может раскаиваться, когда Он знал? И слово раскаивается означает для того, чтобы понять. Бог очеловечивает себя с нашим естеством, как бы. Это же в Ветхом Завете он еще не имел тела. И говорит, что вот если бы это был человек, он бы раскаялся. Зачем я сотворил такого человека, который Бога не чтит, который творит все вопреки моим добрым заповедям. Зачем? Кому он нужен такой? Ну, братья Карамазовы, когда они у старца Зосимы, и этот, Митя-то, Карамазов, и говорит, когда к Зосиме обращается, а его играет как раз этот, Ульянов Михаил-то вообще. Он стоит перед Зосимой. Отец, для чего такой человек живет на своего отца? Для чего он землю занимает? Стоял, стоял и побежал. А перед ним этот подошел и упал. То есть он увидел Саму Иисус. Для чего? Он не должен занимать, он должен быть убит, умереть. Он будет убит, его убьет. Внебращий сын. По литературному выблядок. Интересное название какое. А почему? Потому что от блядь, говорит, родился. Объяснение какое. Так это никакое не ругательное. Это незаконная жена, проститутка. Это церковно-славянское слово, оно в словарях написано. А тут сцепляются люди, не знают грамоты. Его называли выблядок. Да кого он князь? Ну незаконный сын и сделался князем. Вот и все. Вчера считаю в газете «Комсомольская правда». Новое опять узнал. Покориться все. Как? Не знаю. Но события не должны предвосхищать одно другое. А как отец равен сыну? Как трое едино? Я могу только молчать и молиться. И никому не советую. Я прожил жизнь и ни разу не пожалел, что такую тактику мне Бог дал. Никогда не спорить с католиками. Я могу говорить о примате папства. Единственный вопрос. Нигде папу не ставил Бог старшим от всеми епископами. Нигде. И Петра. Это доказать легко. А остальное одни отцы понимали так, другие так. Почему? Вопрос спорный, невидимый. Никто этого не видел. Там не был. Вот и весь отлив. Здесь, видимо, нужно всегда помнить слова такие, которые говорит Господь. Мои мысли не ваши мысли. Мои пути не ваши пути. Интересное место в Псалтыре. Говорится. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. А душа так рвалась узнать и не успокаивал ли я эту душу мою, как дитя тебе отнятого от груди матери. Как ребенок тянется, когда от груди мать отца. Так и моя душа рвется, Господи, так охота узнать тайну. Не надо тебе это. Не надо. Я это понял в первое же время. Никогда божества, нигде никак. Я православный. Я верю в ненасущную, нераздельную троицу. Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Господь. Иси, и три суть едино. Все. Вера в единого Бога Отца. Символ веры. У нас есть в церкви? Есть. Все на этом. Никогда не трогать. Потому что все, что написано, это приближено к человеческим понятиям. А это мне и не надо. Это не соответствует действительности. Бог не раскаивается. Никак. И написано, и прогневался Бог. Бог не гневается. Это нам говорится. Это действует Божий принцип справедливости. И так есть справедливость. Ну, а человек, я нахожу тебя, чтобы... Ну, это да. Это я с гневом сделал, он сказал. У Бога не так. Богу чужды те чувства, которые мы в себе имеем и которые накопили. Мы не считаем, что Адам... Почему на Еву не разгневался? Ты что сделала, баба безмозглая? С кем ты разговаривала? Да он дал тебе из, да пошла через как гам поленом по ногам-то. Ходишь, я попала. Он ничего не сказал. Руку протянул, взял, съел, спрятался. Какой-то безвольный мужичонка. Как жил старик со старухой 30 лет 3 года у самого Синего моря. Виноват-то старик распустил старуху-то. Она все требовала больше и больше. И наконец старится и владыча на Синем море. Ты потерял все, опять корыто, да и разбитое. Виноват-то мужик. Че ты бабе позволил так командовать? И мы эти слова можем сказать Адаму. А на Адам-то ничего-то не сказал. Значит, у него ну и другие чувства были. Другой лексикон, другое выражение эмоций. Экспрессио не мог выразить такими словами, как я могу сказать. Я ее словами-то обидеть могу. Будет болеть двойная опять. Пошли дальше. Только смиришься в одном стихе, а второй стих еще задает такой же тон. Тут вообще, если не знать толкования, так ахнешь. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Представляете? Крестящиеся для мертвых. Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? Крестятся. Крестятся, да. То есть для чего крестятся для мертвых? Вот такой стих. Тут так сказать надо. Я что-то могу доказать. А как доказать, что мертвые воскреснут? И Павел берет интересный момент, самый сильный, он самый сильный довод сделал-то. Я могу сказать так, как Христос сказал. Если зерна падше в земле не умрет, останется одно. А если умрет, то оно воскреснет весной и принесет колос. А в колосе, ну, конечно, более плодовитая это кукуруза лучше садили бы. У нее раз в 10-15 больше зернышек. Ну и как? А как листья спадают с деревьев, а другие вырастают, так одно поколение уходит, другое приходит. А еще Павел говорит, ну, это природа, а вот в действительности так. А что было? Он не поясняет. Теперь мы узнаем истолкование. Считай. Еретики, маркианиты, то есть была такая ересь. Да. Когда у них кто-нибудь умрет без крещения, скрывший кого-нибудь живого, под огром умершего. Под гроб. Он лежит там между таблетками, он ляжет туда и теперь это спрашивает. Хочешь креститься? А тот из-под гроба, из-под мертвеца. Да, хочу. Отрекаешься? Да, отрекаюсь. Ну, а у нас за младенца-то отрекаются. Чем лучше-то? Младенец такой же мертвец. Он еще не понимает. Мы-то чем лучше маркианитов этих. Ну, я уже тогда не буду дальше читать, а пропущу. Потом, когда их обвиняют в этом, они в защиту свою говорят, что апостол так сказал и приводит безумное это изречение. И приводит безумное это изречение. То есть, этим себя оправдывают свои действиями, этим изречением. Но это не так. А как? Желающие креститься все произносят символ веры. А в нем есть и такие слова. Верую в воскресение мертвых. Итак, он говорит. Поверившие будущему воскресению мертвых тел и в такой надежде крестившиеся, что будут делать, когда они обманулись? Зачем же наконец и креститься люди ради воскресения? То есть, ожидание воскресения, если мертвые не воскресают. у нас в символе написано «Чай воскресения мертвых». И когда сидели в тюрьме, Александр Иванович, он говорит, у нас был один старовер, беспокоился. И он говорил, чай пить нельзя. Это грех. А почему? Его пить будем только по воскресению из мертвых. Чаю по воскресению мертвых. Только тогда чай будет. Когда воскресен. А раз это говорится там, это ясно, что его сейчас нельзя перейти. Доказательства. Как этот говорит Михаил Ардов, в новое место послали, он что-то какое-то движение. А священник там дубовый иконостас, он еще не видит. Тогда что там за шум? Я смотрю, люди двигаются, а это вокруг столика. А что это они делают? Зашуетит. А это, говорят, они печенье перекладывают. Наложили печенье, тут стоит икона, они с одной на другую. А зачем? А вы сейчас-то читали, говорили, что отложим всякое по печенью. И все по одной печенюшке перекладывают. Отложим по печенью. Это говорит о том, что так мы хорошо знаем смысл церково-славянского языка. Да. Отложим, взяли, переложили по печенью, по одной, только не по двое. на меня нападают. На меня нападают сейчас в интернете, но Сергей передался. Что Игнатий говорит, там Новый Завет издал такие возвышенные, выспринные слова. А зачем Новый Завет издал этот, блаженный Афифилакт? Он уже был. Ну и был не такой. Как не такой? Ну он непрофессионально издан был. Я его издал так, что лучше меня уже вряд ли кто издаст. Я всегда говорю такие слова, которые их задевают. Да вы опять хвалите себя! Нет, я хвалю книгу, которую я издал. Первое. Впервые за 2000 лет. Это не 2-2 дня. Западная церковь католическая, это восточная провоза. Никто не издавал Новый Завет с толкованием с откровением вместе. Разве не было? Не было. Если есть, покажите, что это за издание, я ссылку сделаю. А почему до вас никто не сделал это? Ну потому что я не родился, меня ждали 1939 лет. Когда я рожусь. Я родился и сделал. А еще что? Успокоились. Я выделил слова жирным шрифтом, отдельно у него здесь видно даже, где говорится о необходимости проповеди Слова Божьей и любви Святой Библии. А зачем? Чтобы по глазам ударить, до мозгов довести. Пальцы загибай. Почему никто этого не сделал? Не знаю. Опять почему до меня не сделали? Третье. Я его разбил из перекопов аммония, когда писали они там дороги, кричал слепой, Христос его исцелил. Это все подадим. Как дальше абзацы опять, это перекоп аммония. А стихи-то они короткие. Я их разбил по стихам и толкование тоже по стихам разорвал. Теперь легко это считать. Такого издания-то не было. А разве не было? Не было. А почему до вас никто не сделал? Я повторяю, я не родился. Поэтому этот труд для меня Бог назначил. И весь мир, сам того не зная, ожидал, когда я появлюсь на свет и сделаю это. Ох, трогает как. Дальше. Не было нового завета с толкованием, чтобы он был с иллюстрациями. Дай хотя бы один новый завет. Вон, вон. Есть? Есть у тебя? Треть. Да, да. Вот, посмотри, я в любом месте открываю. Посмотри. Вот, сейчас. Вот, погляди. Знаешь, это новый завет. Вот он. Как мы его раскрасили? Полный лист. Полей даже нет. Убиение младенцев. Какая красочность. Ну, почему никто этого не сделал? 230 иллюстраций. Самая полная, лучшая в иллюстрации иллюстратора Библии. В первую очередь, гравюр не было, а вторых, мы раскрасили. Вот уже 4. По порядку набираю 8. Я по порядку. Я даже, ну, самое простое, показываю, что этого никогда не было. Никогда новый завет не издавался с закладками даже. А великое ли это дело? Невеликое. Но его никто не сделал, очень удобно. А закладки под свет российского флага. В каждом томе своего света закладка. Я его люблю, этот флаг. И доказываю, что лучшего флага в мировой истории не было. Он божественный флаг. Он не вне национальной, вне религиозной, вне временной. Земля в крови, думая о небе, и белый престол, страшный суд. Он земной и небесный этот флаг выражает. Это проповедь. И вот нападают, и я объяснил, возражаете. Молчат. Ну, теперь вы согласились? Первый. Так а почему вы указали издание Лапкин? А на кого? Давай напишем тебя. Как тебя фамилия? Это Мерзляков. Ну, давай напишем Мерзляков. Может, хоть один замерзет. Мерзляк. Ну, а почему вы не придираетесь к Лопухину, Библии Лопухина? Молчок. Библия Скоуфилда вышла. Молчок. Библия Гетция у меня лежит. Там ничего не исправлено. Только он издал дополнительное там пояснение дало. Она так и называется Библия Гетция. Чтоб людям понятно было. Чего вы так моей фамилией-то боитесь? Она неплохая. Слово Лапки встречается в Библии только один раз. Паук цепляется лапками и бывает в царских палатах. Вот я как паук не за щепом цепляюсь в царских палатах. Нападает, а зря. 30 стих. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Кто? Ну, не мы, конечно, а апостолы. Апостол Павел говорил про себя и своих соратников. Я вас прошу, кто хочет быть гонимым? Вот конкретно мы просчитали гонимое. Конкретно вот из вас сидящие скажи, тебя как гонят за веру Христову? Ну, если бы тебя гнали, ты бы два раза больше. В тюрьме бы сидела. Ну, вопрос задали. Да, вопрос. Как вас сегодня где-то ущемляют, но в советское время легко там с института выгнали. Как вас тогда сестра что днила руку в ответ. Гонят и часто. Муж, Виктор. И не только дома. И даже на улице. Если только где-то начинаешь говорить о Христе, сразу, если в автобусе говоришь, люди сразу делятся на две половины. И одна половина за то, чтобы говорил, другая половина за то, что надо выбросить из автобуса. Это так, это очень. Теперь, вот совсем недавно, случай прямо свежий. Вот пока речь с одной познакомилась молодой женщиной, она из Московской Патриархии. Очень так, в Патриархии знакома, как я поняла, она даже известна широкому кругу ведущих людей Патриархии нашей, местной. Ну и за пределами ее. Была под личным благословением у Патриарха нынешнего. Интересная женщина молодая. Пока разговаривали просто так, у вас есть это или? Есть, есть. Пока разговаривали просто так, все было хорошо. Но вот я ей стала говорить о Писании и это уже по телефону, тут у нас не дошло дело до этого. Но когда я пришла домой и сообщила, что мне можно позвонить, она мне позвонила сразу и два раза в день. И для чего? Я ее направляла ко Христу и Библии, к Писанию. Она говорит, а у нас не заведено разговаривать о Христе в храме, в церкви. В церкви Московской Патриархии она говорит, у нас не заведено разговаривать о Христе. Я говорю, так, к сожалению, так. Потом, когда я стала говорить, еще у нее есть сестра и она курящая. Она была наркоманка, потом она излечилась, сидела в тюрьме, сейчас она на свободе, но она уверовала, ходит, исповедуется, причащается, но она не отстала от курения. И когда я сказала, что, а вы знаете о том, что написано, ничто нечистое не войдет в Царство Небесное, в Царство Божие? Нет, она не знает этого. А для чего это сказали? Она говорит, а для чего вы это сказали? Ну, подумайте, надо молиться о ней, ничто нечистое. А вы знаете, что я говорю, я не помню, кто сказал, потом я посмотрела и знаю, Иоанн Кронштадтский сказал, что курящий это кадильница сатаны, и табак, и курение это кадильница сатаны. Я говорю, так вот она, вот над этой фразой подумайте. Получаю сразу, буквально прошло некоторое время, я получаю смс-ку, от нее уже по смс-ке, я вас поприветствую и говорю, я вас благодарю, а, нет, мне ангел открыл, что вы мне хотели сказать, но я все равно вас благодарю. Все. Вот когда говорим о Христе, когда говорим о Писании, всегда и везде мы бываем гонимы. Да. А когда говоришь что-нибудь такое незначительное, все довольны. То есть эти гонения фактически ты сама на себя вызываешь. Ну да, если я не говорю, то я пойму. Лея, я добавлю вот на эту же тему о курении, даже о Христе разговора. Просто на стекле у меня визиточка такая. Все, я во дворе сектант. Вы секты тут организовываете. То есть я сказал просто о курении, что я только не кодильница сатана, а дьявольская кодильница там говорится. Кодильница для дьявола. Да, дьявольская кодильница. То есть вот тема о курении, все, я сектант во дворе стал. Тоже из монастыря Конштадтского туда ездит, туда там исповедуется, причащается. Матушка там у нее какая-то тоже курит. Виктор Алик. Дарья Ивановна Степановна. И кто вы... Сегодня как ты гонила конкретно? Как я гонила? От кого? Да. Ну, в основном-то из... от своего дома, в котором я живу. Почему я так узнаю? Так, как бы сказать, холодность. Пока я там говорила, говорила им все это, а сейчас холодно. Сейчас они как-то даже не задают вопросы. А знаете, что делают? Приходят ко мне всегда и звонят в это самое квартиру. Вот нас отправили к вам. Вот сказали, что вот вы из какой-то секты, мы с вами можем побеседовать. И вот знаете, постоянно ко мне посылают, постоянно посылают. Но я когда начинаю разговаривать, они говорят, вы-то вот что? Так вы же вон оттуда, вы вроде оттуда. Я им начинаю по Библии, когда говорить. Вот ведь обманули. Понимаете, люди злобно ко мне относятся. Вот в данный момент сколько я проповедовала, сколько я уже живу 20-й год, но я проповедую может, ну как пока это. И дело все в том, что не стали даже со мной как-то так сильно общаться, то разговаривали, то как-то там что-то такое, как с человеком, а сейчас нет. Сейчас они меня за человека не считают. Они считают, не гонят. Просто они тебя не считают за человека и все. Ну не скажите, я чувствую какое-то такое отрицание, неприязнь вот такую. А нет, чтобы так? Нет, ну речь-то о гонениях. Говорится, здесь ведется речь о гонениях конкретных. Не то, что там ко мне плохо относятся, что не здороваются со мной, отворачиваются от меня. Это не гонения. Это не гонения, которые у нас-то нет. Все гонения, которые... Подвергались апостол Павел и его соратники. Спрашивает Игнатий Тихонович, в настоящее время этого гонения нет. Когда это будет такое время, когда будут гнать и думать, что они поступают правильно. Сейчас еще этого времени не наступило. Давайте прочитаем, о чем речь это идет. Если вы не принимаете за доказательство воскресения словесного исповедания, которое совершают крестящиеся, то вы имеете свидетельство и в делах. Ибо все мы, апостолы, постоянно бедствуем. А если бы не было воскресения, то из-за чего бы мы терпели бедствие? До какого удовольствия? Если бы... Ибо если иной решится на бедствие и из тщеславия, то решится однажды. Но ежечасное терпение бедствий, как мы терпим, служит величайшим доказательством уверенности в воскресении. То есть, уверенности в воскресении кого? Того, кто терпит эти гонения, эти бедствия терпит. А если бы не был уверен, зачем бы он терпел бы эти все бедствия и гонения? Видите, здесь ведь говорится не только о гонениях, а о бедствиях. Видите, и не только гонениях бывает, а о бедствиях еще. Сколько потерпел он бедствия? Да, это как бы слова синонимы. Это мы всегда... Нет, это даже не синонимы, это разные слова. Бедствия, это нас... Вот это постоянно с нами, это бедствие происходит. А гонения, это совсем уже... Ну, тогда поясните, что вы имеете под бедствием. потеряли ключ от дома или что? Какое другое бедствие? это духовное бедствие. То мы согрешили одно, то дома нас гонят дома. Вот меня дома часто... Меня с молитвой... Даже вот муж часто меня сдергивает с молитвой. Они не хотят, чтобы я молилась в доме. Дети подойдут, посмотрят, если я молюсь. Они молча повернутся и уйдут, потому что они еще не имеют такого статуса, как муж надо мной имеет. Они стесняются, а муж он имеет, он меня сдернет. Это тоже бедствие. Для меня это бедствие. Это я такой маленький вот пример сказала. Продолжайте вопрос, один раз мне пришлось быть на допросе на исследование у важных людей. Его ждали долго. Он приехал, профессор. Ну, какой нации доказывать не надо. Моисей Аронович. И он меня говорит. Ну, вот ваши святые, вот, допустим, вы. Вас будут пытать, там, отрежут пальцы, руки. Вы их, когда воскреснете, из мертвых, вы же в это верите. Вы опять их получите? Я говорю, конечно. Так написано. А вот Зоя Космодеменская, она не надеялась получить. Она была комсомолка. Она не надеялась. Да к чей подвиг выше? Ее. Колька подвел. К чей? Екатерина Мученица или Зоя Космодеменской? Колька подвела. Зоя Космодеменская. Зоя. Подвиг? Зоя. А перед кем? Подвиг-то перед кем? В первую очередь, перед самим собою. Зоя выше. Екатерина шла и знала, за выколотый глаз она получит глаз. Да. За рану она получит исцеление. Зоя ничего этого не ждала, и она пошла до казни. Она поджигала подряд все ее, крестьяне, даже не немцы, поймали. Она для Бога никакого... Ну, не в этом дело. Я уже ее казнили. Чей подвиг, вот в этом смертный час, у кого выше? У Зои. У Зои. Как вы думаете? Это мне он вопрос задает. По-человечески мертвым. По-человечески-то у Зои. Вот как... Он меня... Министеричьяна, они меня долго держали, пока не приехал этот человек из Москвы. Специально меня допросили. Я должен ему ответить. Я ответил сразу, не задумываясь. Ну, Зоя, ну, видишь, она для ада. Подвиг-то совершал. Чего? Ну, по Зои. Ну, хорошо. Вот человек неверующий, а вот верующий. И сейчас у обоих отнимают дом, имение, все. Ну, а верующий знает, сейчас, через один час у него написано. Ты не бойся. Ты все опять получишь. А у этого ничего нет. И отнимается, и он знает, ничего нету. Он не верит, что отдадут. И ему это... Говорят, он говорит, я в это не верю, никому не отдаю. Чем подвиг-то выше? У Зои. У этого-то подвиг в том заключается, что он согласился претерпеть на один час. Раздеты. И все, через час ему все вернут, да еще с добавкой, да еще обмоют тебя, да еще украсят, да излечат. Так вот это верующий, не верующий. Тут и считать не надо ничего. Я ответил, подвиг Зои Космодиянской выше любого подвига. Если только так, они все как писали. Но она ничего не получит. Он выше, ее мужество выше, да, она надежна. Но она ничего не получит. Неверующий Богу представляет его лживым. А мы, как считаем, вторая Маховецкая, седьмая глава, когда детей, семерых сыновей выводят на казнь, а мать сама их уговаривает, умрите за Хрюм, умрите, умрите за Бога и Его, умрите. Вы получите тело, я вас встречу там. И она всех сыновей возвела на казнь. Их жарят на сковородах, рубят руки, ноги, а мать уговаривает, только не отрекитесь, дети. К вечеру руки на месте у вас будут. Мы будем там. Вот это подвиг. Так что ваш вопрос, он как бы не в полноте, скажем так, потому что нужно подвести основу, базис. С каких позиций? С позиции вечности или с позиции миски? С позиции страданий духовных. Она делала все с верой. Отдаю тебе руку? Отдаю. Ему палец один рубит, один такой есть. Палец рубит, а он говорит, во имя единого Бога. Второй палец рубит, а это во имя двух естественных Бога, Человека, Христа. Третью, во имя Святой Троицы. Ему палец рубит, он четыре. А это во имя четырех Евангелий. Пять, а это пять чувств Бог мне дал. И сам улыбается, и все. Евдокима на сковороде жарит, а он говорит, испекли один Бог, переверните второй. Агафья идет, под дрова под ее подложили, а она обращается к ним, говорит, ну огонь-то разожжи слабо. Бедный, у моего отца дров много, займите сходить. Она смеется еще над ними. Но она знает, она все получит, она обновленная встанет. А неверующая, когда пытает, бьют его, он ничего не получит, он знает, что нет, и поэтому они соглашаются со всем. Верующим взять очень трудно. Я в баню захожу, и огонь, жар, колопечки-то, но маленько я должен ногу отобрать, в сторону, отодвинуть. А вот представь, я где-то попал, где меня мучат, сейчас представляю, нога уже дымится, все. Я только буду думать, Господи, как все будет по-другому. И вот это чувство у меня все это погашает. Я могу сделать таким, про который говорили, христиане не чувствуют боли, они как деревья. Вот она радость где. Внутреннее, сегодняшнее состояние, которое более мужественное. Конечно, тот, который ничего не ожидает, и он твердо стоит, его пытают, его бьют, ничего не могут взять. Ничего. Его прямо в биштек уже отбили, и он все стоит на свобке. А верующий что? Ну, трудно, я перенесу, главное не отречься. Вы где видели такое, чтобы неверующий ходил и сказал, а где тут НКВД людей забирает? Я хочу быть казнимым. Да ни одного не было. А я считаю, Гури, Самона, Ави. Они узнали, что здесь людей казнят, они ходят по улицам, кричат, эй, вы гонители, где вы? Раннего-то не было. На той стороне, они бегут туда, мы христиане. Вот корион считаем, 10 лет ребенку. Они вышли, мы живем хорошо, а он, когда жертвенное приносит, это жертвенное мясо приносит им в дом. А они не знают, дальше это куда. А они между собой разговаривают, а наш хозяин-то, он идолопоклонник. Двое пацанята. Да, идолопоклонник. А он умрет, в аду будет. Да, в аду. Они между собой уже толкуют. А давай мы ему это скажем. Ну, идет хозяин, у которого рабовладелец-то. И они стоят. Здравствуй, хозяин, здравствуйте. А ты идолопоклонник, в аду будешь. Не понял. Мы говорим, что умрешь, ты во Христа-то не веришь, в ад пойдешь. Дураки вы, ребятишки, идите домой. А что идти-то, мы придем, а ты ко Христу никогда не придешь. Так тебя дьявол в ад и затянет. Нет, позвольте, так ты же дерзят прямо. Слугу подозвал, говорит, что это, чьи ребятишки-то? Да это вот эти у вас работает там. Так они еще христиане, да. Да как же так? А я им и дала жертвенную. Так они его собакам бросают. Собакам? От нашего бога Аполлона собакам арестовать? Ну и дальше мучения, и они, дети не отреклись, ни от чего. Они в бога верят. Они ищут пострадать за Христа. У Вавилы четыре ученика было. Его арестовали, ну и ребятишек. Школы четыре чего было, ребёнка-то. Одному восемь там, девять, а одному, кажется, четырнадцать. Судья говорит, дать плетей столько, сколько лет каждому. Дали. И которые маленькие, они даже плакали. Говорят, ну почему мне мало лет, я бы больше получил плетей. Пострадать за Бога. А у нас только пучок крапивы, пока уж он умирает уже, отмывать надо. Ну, годится ли это? Пострадать за Христа, что выше этого может быть? Ну вот, Игнатий Тихонович, и все же в конце концов договорились. Подвиг-то где? Там, где страдание за Христа. А какой подвиг тогда? Я говорю, внутренне, где больше? Где он больше? Этот идёт с радостью, а этот, потому что получит обратно. А коммунистскую, или там, комсомолку, она ничего, и тоже мучает её, и она не отрекается, никого не выдает. И она не надеется получить ни руки, ни ноги, она уходит в небытие. Её подвиг несравненно выше. А у меня, он говорит, ну тогда в чём ваш подвиг, если вы надеетесь через час опять всё получить? у меня сын постоянно у меня, постоянно, ну что тут не понятно? Ну, некорректный какой-то вопрос. Я не соглашаюсь с самим вопросом даже. Хорошо. Какой подвиг? Ну, перед кем подвиг? Мы-то, мы христиане, внутренне ещё, ты не поняла вопроса. Внутренне. Ты поняла, сиди молчи, я не поняла. Внутренне, внутренне он говорит. У кого подвиг выше? У святых, которые у вас христианцы, или у Зои Космодеменской? Ваши святые надеются всё получить в том же самом виде, как было. Я говорю, да. А она не надеялась ничего получить, она отдавала навсегда всё. Такое же тело, так же мучили, так же больно было. Ясное дело, что у неверующей-то, как она должна была напрягаться, бояться, исходиться. Теперь меня не вылечить, я умираю навсегда, и выдать никого нельзя. Я ничего не получу. Какое мука-то у неё, а этот идёт с радостью сияющей. Игнать Тихонович, она отвечала за свои преступления. Она же, как преступница, отвечала за свои преступления. Так, давай, не Зоя, не Зоя. Я про Зоя говорю. Не Зоя. Просто взяли органы НКВД, дочь коммуниста, дочь Тухачевского, которая ничего не делала, ходила в школу, арестовали отца, подряд всё родство забирали, её мучей доктор Тухачевского. Она ничего не сделала. Теперь на неё давай перемедим. Что она? Она за свои преступления отпадает твой довод. Ну а кто, её НКВД, перед НКВД, она тоже преступник. Какое? Какая? 16 лет или 14 лет? Какое преступление она сделала? Ну, назови. Какое? Она девчонка, она жила, конечно, как сыр, масло, копалась. И она ничего не делала. Она делала всё, как положено. Она не нарушала, получала пятёрки. В чём её преступление? Да он травил в Тамбове газом людей, всё, это был такой зверский человек. Ну, дочь-то в чём виновата? Ну, советская власть под коренью рубила всех. Ну, а какой подвиг тогда у неё был? Я говорю, Гитлера не поймали. Ей было деваться некуда, потому что она была обречённая. Гитлера не поймали. Моего родную и сестру нашли, привезли в Советский Союз и до самой смерти не выпустили. За что? Ну, она-то совершила подвиг. Вот эти братья, они совершили подвиг. Да я её не понимаю. У неё веры, допустим, нет, у сестри Дитина, подожди, у сестри Дитина, которым взяли, она мучается. А человек, который проповедовал, верил, его посадили, они в одной камере. Но это до конца не уверовал, это верит. И в один день умрали. Чей подвиг выше? Это надеялось. Я от Христа за каждый день страдания получу верующую. А это ничего, ни в чём она не повинна была, в чём обвинять её. Она была хорошая хозяйка, со всеми дружной, с соседями. Но у ней был брат Гитлер, с которым она не зналась, ничего от него не получала. Просто кровь одна была. Чё, чё, непонятно. Виктор Андреевич, а можно я простой пример Нине привезу? Будь дома. Нет, сейчас скажу. Ну, говорите. Надо, чтобы ты поняла. Тут это очень важно. Всегда, когда мне Женя говорит, мне говорит, он ненавидит вот христиан, но он всегда говорит, ты ради Христа делаешь, ты ради Христа, ты ради Христа. Ты это делаешь, ради Христа. Вот это, ты делаешь, ты эгоист, ты получишь много, ты получишь много, а я ничего не получу. Ты очень хитрая, он на меня всегда говорит, ты очень хитрая, ты выбрала Христа, потому что ты всё получишь. Ты Царствие Небесное получишь. Ты выбрала хороший путь. Он сказал мне, я в шоке, это сам сатана мне говорит, не он, у него тут не хватило, он меня как только не унижает. А тут он сказал, ты хитрая, ты выбрала там, где ты будешь. Ну в этом и заключается подвиг. Какой подвиг? Ты хитрая, ты хитрая, он меня обвиняет в том, что я хитрая выбрала. Ну кто из вас-то вообще-то правильно поступает, ты или он тогда, чей подвиг-то? Ты посмотри глазами задающего вопроса, что ты с моими глазами не задаешься? А потому что так было, он задает, чей подвиг выше, Зои Космодеменской? У неверующего, который ничего не надеется получить за свой подвиг, а тот за все получит. У него внутренне чувствуется притворение, он радостно и более не чувствует, может быть. Когда война была, ну как она, это разве не подвиг? Он уже хорошо было своего убеждения, и она от него не отреклась. Дорогие братья и сестры, ответа два, ответа на этот вопрос два. А в зависимости от позиций, с каких позиций рассматривать. Это вопрос некорректный был, вот как-то задано так. Вопрос один, получается два в одно вопроса и два в ответа. Нет, 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 очень корректный. Здесь она вовремя, там вовремя. Он меня всегда обвинял, я теперь нашла ответ. В чем он меня обвинял? Когда Игнатий сейчас говорил, меня это сразу, я поняла. Если бы он это не поднял, он меня все кнопает, ты кнопает, ты выбрала. Ты хитрая, ты идешь туда, где все получишь. Ты хитрая. И ты думаешь, ты эгоистка, ты выбрала лучшее. Вроде лучший кусок я торта выбрала. А кто-ка выдаёт? Да. Я ему говорю, ну ты если видишь, что ты... Раз он понимает, раз он дает вот такое вот тебе направление, значит он понимает, он же осознанно знает, что осознанно он не идет сюда, он не хочет этого лучшего. Вот из этой позиции сказать, дашь уже не надо рассуждать. Он не хочет лучшего. Он не хочет, ему не дано. Все, а ему открыто, что там все же лучшее. Так он тогда... И он материну позицию, он не знает, мать получит это, он просто ее говорит, какая она, не то, что он знает, она получит. Может я еще не получу ничего. Если бы он верил, как мать, он бы на ее стороне была. Давайте поменьше возьмем. Вот два человека, вот христианин, и вот мусульманина, вот неверующий. Мусульманин дает милостыню, у них это проповедуется, надо накормить, напоить, не отпустить гостя, гостеприимство у них это. Вот христианин, он делает то же самое. А вот неверующий, и он делает то же самое. Коммунисты были некоторые очень хорошие люди. Но один, тот и другой, вот эти два, они знают, что после воскресения из мертвых они получат лучшее место у Бога. А этот ничего не получит. Он делает, и больше ничего нет. А своих детей оторвал, и над ним смеются. А что ты делаешь-то? Вот есть такой фильм был, коммунист. Помните, там кто его играет? Я его сейчас не назову. Фильм, сбежавший из ада. Да. Пожалуйста, посмотрите еще раз. И что там? Ну там хороший он такой, там семьянин. Дочка любит, и на работе его. И алкоголик с Библией в руках умер. Все, покаялся. Но он же все равно по своей вере. Ну, Харкейс, я сказал, вот один верит, другой не верит. И оба получают одинаковую зарплату. У обоих одинаковая семья, а жена по двое сына. И каждый из них добрый, и оба делают добро. Но один делает, написано, дающий нищему, дает взаймы Богу. А этот никому не дает. Он отдал, тот проел, и еще и над ним издеваются. И над верующим. То есть реакция на их милостыню у всех одинаковая. Допустим, недоброжелательная. Ну, чей подвиг-то выше? Что непонятно-то? Мне ругают, меня не ругают. Я даю и знаю, я от Бога это получаю обратно. Я от Бога. А этот ничего не надеется. Он в пустоту проставит-то. Он внутренне понимает, я лишаюсь этого. Он человек. У него и совесть есть, и все, а веры нет. Его подвиг несравненный выше моего. Награды нет. У нас там корыст какая-то, вы христиан. А он меня корыстный за. А ты мне скажи, почему это непонятно? Второй вопрос. Уже доказали трех позиций. Как непонятно? Корыстный. Одно дело, я вооружен знанием, что я все получу и верю. А этот вооружен знанием, что ничего нет, и я не получу. А подвиг одинаковый. Что внутри-то? Один знает, а получу. Она, допустим, лишились семерых сыновей. Она знает и говорит, я получу у вас, сыновья, целых невредимых у моего Бога. А у другой здесь мучает одного за другим. Рубит фашист, коммунистов. И она знает, их никогда-никогда больше не увидит. Чему их это страшнее? Какой матери? Она знает, я лишаюсь навсегда его. Это чьи дети? Красивые такие. Да это мои сыновья. И сразу кинжалом всех. А-а-а! В фильме Иеремия. Все кончилось. А верующий, да что ты убил сына? Ты его не убил. Ты его отправил в рай раньше меня. Вот и все. Здесь эти вопросы смакаются с вопросом обо Богоизбранности. Мне жаль моих тещу и тестья. Они коммунисты. Они до сих пор, ну как бы, вот теперь уже сглаживаются. Они вроде не мешают нам, уже все разрешают. Уже и возраст такой, и все прочее. Уже и гонений такого нету. Благодаря Богу жена пришла в храм и молится. И мы вместе молимся утром. И бывает всегда вечером вечерняя молитва общая. Но до этого-то было противление. Они по-настоящему добрые люди. Работяги с утра до вечера. Сад весь на них держится. Несмотря на то, что это 85-86 лет уже оба. Они ни у кого никогда не украли ничего. Вот по большому счету. Только жили как члены компартии. Они, конечно, жили другие. Занимали ответственные посты. Он был главным ветеринарным врачом края. Но мне жаль его, потому что душа его погибла. Потому что он не принимает этого. И неоднократно слышал. Читал. Даже давал ему читать и все. Но жалко. Просто людей этих жалко. Потому что они... Это другой уже. Как пример-то другой этот. Что они просто... Бытовой уровень жизни у них приличный. Как бы для общества. Они не вредные, да ведь? Да, конечно. Напротив, они приносили пользу. Они приносили пользу. И сейчас приносят пользу. Какой-то подвиг. А они... Какой он на пользу совершал? Она просто отвечала за свои поступки. Еще не надо переварить вообще. Как звали мужа Анны Ахматовой? Не знаю. Не знаю. А Николай Гумилев на ком женат был? Да, Анна Ахматовой. Он ответил. Кто? Анатолий. Кто? Николай Гумилев на ком был женат? Анна Ахматова и... Все. Дальше. Второй вопрос. Его арестовали. Офицер. Ему предложили больше не участвовать. Он там написал сихотворение. А он не отказался. Его вывели, расстреляли. Талантливый паэт был. Что она думала и всю жизнь? Житье Натальи и Адриана. А она увидела, что его отпустили. Он пришел простить. Она заперлась и не пускает его домой. Он стучится к ней. Наташа. Меня отпустили стражники. У меня были там какие-то бриллианты, дал. Они отпустили. Я должен вернуться, под честное слово. Открой, я нахожу. Так ты не убежал? Ты вернешься назад в тюрьму? Вернусь. Смотри. А то я знал, а твоя подлая природа. Все твои родственники коммунисты, там, за ветеринарного врача и прочее. Начала его. Так вы вернешься назад. Теперь она, чтобы попасть туда, стригла волосы и глядя на нее другие женщины, чтобы под мужчину сойти. Сказали, женщин не пускать, начальник-то. Ну и устав. Она тогда под мужчину с ожерельями пришла и в бой нам дает. И только уговаривает ее. Андрианушка, когда доказать, то выпустят. Я уже заплатила за тебя там, чтобы тебя первого казнили. Первого. И она ее не выкупила. И когда будут казнить, я буду рядом. Я договорилась уже. И ты первый умрешь, Андрианушка. И там на небе ты остальных вот этих, которые будешь принимать. Счастье, какая тебе оказана будет. Она все распределила. На наковальную руку отрубили. Он сознание теряет. Она его. Андриан, очнись. Вторую руку протягиваешь, чтобы сознание. Когда без сознания, там награды не будет. Награда. Он только очнулся. А что это такое? Руку отрубили уже. Андриан, крепись. Подставляй вторую руку. Отрубили. Он опять сознание теряет. Она опять его. Андриан. А ну проснись ты. Ногу подставляй. Еще за ногу получишь награду. Это фанатизм последний. И наконец ему голову отрубили. Какая она. Выпросила руку. Принесла ее. Забармировала и под подушку. Все Наташи названы во имя ее Мария. Там весь календарь. Мария, Мария, Мария. 48 с прибавкой дней. А Наталья только одна. Почему? Не знаю. Видимо, слишком высокий был барьер взятый. Никто не перепрыгнул. И теперь возьми Анну Ахматову. У той арестованного мужа убил. У этой разницы есть. Чьи страдания больше? У этой переполнена вся радостью. А у этой всю жизнь мучилась. Она видела, как они дружно жили. Какой талант его погубили. Она стояла и писала внутри себя стихотворения. И она ей одна сказала. Анна, запомни все это. Опиши когда-нибудь. Чей подвиг-то выше? Страдание. Страдание. Чей подвиги. Человеческие. Ну что, они понятны? Понятно. 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 Вот все. Слава Богу. Тут и так понятно. Это верующий. Вообще, вот сейчас слушаю вас, Никто Тихонович. Вот об этих страданиях. Об этой Натальи. Вот думаю, только принимать, только верую. Вот так же, как мы говорим, принимаем вот этот стих, что Бог будет все во всем, так и это. Вот я не могу это. Вот я захожу в ванну утром, после горячего, холодной. И как будто я вспоминаю вот этот Титани, как они прыгали с этой высоты в эту холоднейшую воду. И что там испытывали они? Я просто думаю, господи, а если в Тартере? В Тартере, да, это вечная мерзлота, абсолютная ноль. Как можно там вообще все? Это так. Не перенести. Не перенести. Вот без Божьей помощи. Только, Господи, на твою помощь. Только. Ну как, кажется, на тесно, в 600 они сидели-то. И вдруг в холоде, где несколько часов замерзали, их, кажется, два дня держали. И вдруг комната раздвинулась, засветилось, тепло. И охранник приходит, открывает. Вы живые? Живые. А Алешка потом все рассказывать будет. Это Бог делает. Его страдания были, конечно, большие, но нельзя сравнить с теми, которые ни во что не верили. Они с ума сходили и повторяли только Сталин, Иосиф Писсарионович, я люблю вас. Его никто не слышит. Я его так люблю, вас, Иосиф Писсарионович. Они сидели, качались, с ума сошли люди. Он коммунист, все делал как надо. А его запечатали. А верующего взяли? Взяли и взяли. Так он ни за что. Как ни за что? Я в чем-то виновен. Это тоже была его вера какая-то. Она не была его духовная вера, но он же тоже что-то делал по вере. Вот даже вернемся к Зое Космодемьянской. Ее была вот эта вера. Пусть она не знала вот той веры, о которой мы, христианской веры. Но она ведь тоже по какой-то вере делала. По ее идеологии, вот я слышала вот это. Атеистическая вера. Она тоже это делала по вере. Знаешь, что ничего не получит, ты упускаешь, что не знала. Да она просто не знала даже. Почему? А она ничего не ожидает возврата. Мы ждем все возвратить. Она и не знает, какой возврат. Так ее-то подвиг, представляете, какой. Она-то не знает, она все равно не знает. Ее внутреннее состояние. Она даже и не знала того, что она не знает. Ведь мы как познаем себя? Чем больше мы знаем, тем яснее нам становится наше незнание. Сейчас не об этом, Нина. Ты совершенно не туда идешь. Вот это вот, как раз она и не знала, что она не знает. Она в отврате, в отврате всего, что я отдаю сейчас. А у того ничего не происходит. Она не знала, что она отдает, а она не знает, что это может быть какое-то возврат. Навсегда и никогда не получится. Она что-то сказала, что она отдает все и навсегда? Не стала понять. Все. Она отдавала все и навсегда. Она не знала, что еще есть такой вариант, который отдаешь, но за это будет награда тебе. Она этого варианта не знала. Знала, наверняка знала. Зоя Космитвенская. Кто не знал это? Зоя Космодельянская. Ну, вот неверующий человек, он не знает о том, что за его подвиг какая-то может быть награда. Он потому что лишен этого знания. Он себя лишил этого знания. Он не знает. Она погибала, она умирала, но она без этого знания погибала. Какого знания? Что будет будущего? Я буду воскресенье из мертвых. Ты не о том говоришь, почему тебя не туда замосят, и ты не можешь выйти. Это что за признак? Речь идет о том, что он знает, поверни в сторону, что ничего не получу я. Она знает, я теряю это навсегда. Дальше тебе не надо рассуждать, что у меня нет веры. Я навсегда это теряю. Дорогая моя рука, сколько служила. И жизнь единственная, и я ее отдаю. И навсегда ухожу. А христианин знает, я все получу и вечную жизнь. Все, этим ограничь. Дальше не надо рассуждать. Дальше тебя куда-то несет, совершенно не в ту сторону. Щетко и ясно. Этот не знает и отдает. Теряя навсегда. А этот теряет, и теряет не навсегда, а на короткое время и получит обратно. И после прошествия многих дней, говорит, опять приплывет к тебе обратно. Без награды, а с награды. У верующего подвиг заключается только в страдании. Тело. А внутренне он весь сияет. Ну как вот Гури Самона, Вив, как мать сыновей Маковейских. У неверующих это не может быть. У них нет ни одной Наталии такой, чтобы она мужа тащила на шафот и радовалась. Сорок святых мучеников. Их рубили, а его полумертвого, он откатился в сторону. Мать его на плечи взвалила и идет за колесницей. И на общие тела положите, чтобы сожгли вместе со всеми моего сына. Он на небе будет. А который неверующий-то любым опытом теперь как-то вылечить, подлечить, зашить может быть как-то. И они страдают и мучаются. А этот он ликующий выходит. И это поражало весь мир. Что? Вера. И они боли не чувствовали. Некоторые совершенно не чувствовали. Это нельзя было. Представь, огромное колесо, оно на нем привязывает человека и проводит. А там расстояние узкое, а там на полу там крючки, и она зацепляет телом и рвет его клочками. Все тело рвет с костями. И она знает, что все получит обратно. Сегодня же получу все. Ну один день и там. И этот вопрос, чтобы мне задали, ждали человека, профессора. Я даже без задумок не стал, я сразу сказал. Подвиг Зои Космодельянской выше. Выше. Но он бесполезен, он никому не нужен и даже вреден. Но внутри она была, может быть, в отчаянии, как Олег Кошевой. Прощаюсь навсегда и никогда не получу ничего назад. А в горе само на ВИФ они шли и знают, я все получу. Бог великий банкир, он с великими процентами отдает назад. Расположит нас Господь, чтобы вера наша была крепкой, такой же, как у первых христиан, которые отдавали своих мужей на эти терзания, на мучения. Так что я сейчас спрашиваю, вопрос, который мы сейчас обсуждали. Кому как понятен. Вася, подними глаза, причин-то нет никаких, закрывать-то. Отограни сатану-то хоть маленько. Чего ты с ним в обнимку сидишь? Непрерывно спишь. Бога не боишься. А один освобождается, а другой гибнет. Мы о чем рассуждали, вам понятно это? Почему сказали, что подвиг Зои Космодемьянской бесполезный? С точки зрения христианства, может быть, да. Но с точки зрения страны, это неправда. Что-то не совсем не понял. О бесполезности подвига Зои Космодемьянской. С точки зрения, тут как бы две точки зрения, получается. С точки зрения христианства и с точки зрения огромной страны. Теперь мы видим бесполезность любой страны. Бесполезно. Но внутри себя, внутренним напряжением, она перешагивала вот эту грань. Веря, что ничего нет без смерти, она умирает, молодая, навсегда. И она не отказалась от своего убеждения, не выдала тайну. Ну, как говорят, возьмем за это, за литературную основу. А эти-то страдали, мучили больше, но они знали, все получат сполнообратно. И тогда внутреннее ее, внутреннее, я говорю о внутреннем подвиге. Не из-за идеи, ни из-за чего, внутреннее. Ну, что тут говорить? Не каждого. Нет, она-то говорит о том, что подвигает сомнению то, что бесполезна ее жертва была. Да я сказал, что да, именно так. Не только для страны великой, для самой себя, для родных бесполезна, в любом случае. Но, совершившийся факт, мы должны рассмотреть. Мне этот вопрос, зачем он задал? Значит, они его где-то отработали. И с этими вопросами этот профессор, Мазур, Моисей Айронович, он приехал из Москвы в Новокузнец, чтобы задать мне эти вопросы. А я сижу за решеткой. Они меня пытали. И когда вышли, еще не вышли, они при мне сказали, несколько кандидатов в науку, и они 12 кандидатов в науку, только она мне была задействована. А у вас очень крепкий стержень. А я говорю, так я сижу за решеткой, про себя подумал. А если бы я был на свободе, я вам бы столько наложил сегодня. Но я молчал, потому что вместо 190 прим, статья 70 была, то есть срок увеличится в два раза. От трех лет до семи с половиной. И поэтому я отвечал так, более склонно. Я балансировал на этой границе. Сказать, нигде не отступить, и в то же время не раззадорить. Вы же помните, как мы были в Турции нынче, и когда молились, и там специальная, как сказать, мафия на таможне работает, обрабатывает русских, других там. И они нас отбили в сторону, и видимо с начальством все это, и говорят, сколько платить денег. И начинают сразу 100 долларов, минута прошла 400 долларов, а теперь уже поволокли и поволокли, и все. А мы встали на молитву. Мы только молились. И один, а не тот, кто уходит на ночь, ночная, это кодлота, а этот дневной, он сразу подходит, на русском языке разговаривает. И я хорошо слышу, и он идет и говорит, этих нам не взять. Эти слова у меня так и остались. Он еще раз прошел и повторил опять, этих нам не взять. Потому что мы прямо скрылись за Христа. Это в Турции. И все. И молились, и вдруг начальника нет, и начальник нашелся. Начальник не принимает нас, принял. И вдруг что-то он сказал, показал, и двигаться стало, начало, нас проверили, распечатали, и мы выехали. Это Бог сделал так. А иначе бы мы не остановились, не сделали им подарки. А как нас эти принимали девушки, там, сказать, там, чай вынесли, я не врал. Мусульманки, турчанки. А сны, 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 а сны надо сидеть точно, прямо. Вот заходить надо только за то, где разрешено Богом. Меня очень настораживает вот такое многократное чего-то объяснение, что на поверхности, и это не один раз уже не у тебя такое. Ты проверь себя сегодня на молитве. Это тревожный симптом для меня. Но я не знаю конкретно, что ты мне проверялась. А? Я не знаю, я не поняла конкретно, что мне надо проверить. Проверить вот это рассуждение, которое было. То, что я говорил, более, я так думаю, более точно уже выразить нельзя. Я сначала на одних, на святых, на неахматых. То есть стараюсь, ну, более расширенно сделать. И все равно ты стоишь на своем. Нет, я на своем не стою, не потому что я вообще не понимаю этого вопроса. Что не понимать? Сам вопрос я этого не понимаю. Я вопрос, как, вопрос мне задали. Задает профессор. Специально подготовленный вопрос. Ну, это вам и тебе задали. А? А мы, а я не понимаю этого вопроса. Ну, ты не понимаешь, привет, ребят. Ты никогда не выйдешь оттуда. Не понимаешь, значит, ты не хочешь ответить. Мне выйти надо с ввода было. Я не мог так рассуждать. Я не понимаю. Там так не рассуждают. Музыку заказывает он, а плясать мне не приходится. Он вопрос задает. Верующий, неверующий. Ты слушай внимательно. Ты на моем месте. Вокруг решетки железная. И жду несколько месяцев, пока приедет этот профессор. Мне сказали, ждут, и это светило. Пока он не приедет, вы будете сидеть. Пока вас не проверят. Я теперь начинаю ему отвечать. Я даже секунды не думал, я сразу ответил. Подвиг Зои Космодемьянской в данном варианте, конечно, выше. Потому что он уже дал мне толкование. Мне не надо было объяснять, а тебе надо объяснять. Зачем тебе это объяснять, когда все понятно. Все понятно. Я тогда говорю, вот сидят двое. Мы сейчас все у них отнимаем. И один, знаете, никогда не получу этого. У него веры-то нет. Он голый пойдет домой. А у другого, он знает, я говорю, ты сейчас выйдешь в коридоре, там в кочегарке переоденешься, все твое там и лежит. Я обоим им сказал, концовку какую. А этот поверил, этот поверил. И чьи страдания-то больше сейчас, когда они сидят здесь-то? Которые, знаете, я сейчас выйду. Ну, никого людей-то нету, надо просить. Он, значит, через пять минут я переоденусь и пошел домой. Что ему знать-то? Все страдания заключаются в неведении. Меня спросили, сколько надо времени арестованному, чтобы он понял, что случилось. Я говорю, три дня. Достаточно вполне. Тебя арестовали. Самое главное, ты не знаешь, через сколько ты выйдешь. Любой человек, который не первую ходку делает, арестовывается. Пятый, шестой раз. Вся задача состоит в том, когда пройдет суд. Он до суда вмещается в камере, думает, что отвечать. Наконец приходит, все, суд прошел, что? Да по полной катушке дали. Я говорю, сколько дали? Да 10 лет. И он успокоился, все, теперь играет опять в шашки тут сидит и все. 10 лет, все, я знаю. Теперь он уже завтра просыпается и говорит, осталось 9 лет и 364 дня. А потом 363 дня. Начался обратный отчет, как для ракеты. И, наконец, он вылетит. 2, 3, 2, 1, 0 и на свободе. Вот у верующего, у него идет такой отчет. Я это все отдаю. И я отдал для Бога, который вернет мне это все. Я ничего не потерял. И даст он больше. Я это для Христа, значит, ему Христу в руки отдал. А Христос великий взаимодавец, с великими процентами возвращает. А этот ничего не знает и не верит. Тут даже доказывать ничего не надо. Ты об этом подумай. А я так и не поняла. Как это ты не поняла? Везде активно, я тут не поняла. Ты сразу должна сказать, все ясно. Христианин, он себя именно на накале держит, на высоте. То, что все обратно получит. У нас потерь никогда не будет. Я жертву и отдаю все. Я отдаю Христу. Я от Него все получу сполна. А этот отдает, то же самое отдает. И, знаете, никогда не получил ни рубля. Возмездия за это нигде нет. Я просто отдаю и все сыплю. Есть такие люди, которые сыпят. Но я говорю, помолюсь. Ну, помолитесь, у меня веры нет. То есть он все время ниже меня стоит. Потому что я-то верующий, я на высоте. Мне вопрос заданный, я бы ответил. Попроси у Виктора, что он ведущий. Если я кому-то причинила соблазн, принесла, я у всех прошу прощения. Ну, сама же ты поняла? Сама я больше не хочу даже об этом думать. Если будет какое-то у меня прозрение маленькое, я об этом подумаю дома. Ну, только спроси, о Бога, почему же ты это не поняла? Когда я все рассказал, уже пятый вариант. Нет, я поняла, почему я не поняла. Пятый вариант, тут даже понимать меньше. Я как христианка рассматриваю вообще под ним подвиг. Так он не случайно мне этот вопрос задал. И вопрос непровокационный. Это еврей приехал. И там обдуманный каждый вопрос. Вы хотите вопрос узнать, спросите Игоря Тетякова. Когда он на шофера шел, а там нужно было происходить этот тест. И как быстро отвечать. Детектор лжи. Знаете, что такое? Его путают проводами, потовыделение, как бьется сердце, там все. И вот он сидит. Так, фамилия. А если у него фамилия чужая, у него где-то что-то дрогнет. И сразу запись пойдет другая. Так, это что? Все спрашивают, кто родители? И вдруг черта прямая идет. А я не знаю. Как вы не знаете? Ну, у вас же... Я в детском доме был. Ну, вам уже говорили. Нет, мне не говорили. И теперь там, который на работу принимает его. Ну, знаете, оперативный псевдоним называется фильм. Посмотрите. Александр с дедюшкой играет. Очень сильный фильм. Он был сын советского разведчика. И те там засыпались. А его оттуда выкрали. И не сказали, где он из специальной спецшколы. Специальная профессора была. Работали, стерли с памятью всего него. Он ничего не помнит. Работают там. Там очень сильные работники. И он теперь это не знает. Не знает. И те стали смотреть, где он лгал или не лгал. Вот антитектор лжи. Вот, допустим, я сижу сейчас. Я могу добиться, пойти и без денег договориться. И как, что осциллограф покажет, я не знаю. Но это взяли уже на сегодня на вооружение. Русские здесь принимают на работу. И через дефект оружие. Чтобы узнать. Вася, подними глаза. Встань на ноги. И бесполезно говорить тебе. Коли себе, голову подними прямо. Тебя взяли для того, чтобы ты в рай попал-то. Аня и устраивала здесь гимнотические сеансы. Все просто и понятно. Я христианин. И когда я говорю, я христианин, значит, все. Как Солженицын. Его вербуют. Он не может отказаться. Ему кличку назначили Ветров. Но ни разу, говорит, не дал показания. Почему? Следователи говорят, ну вы же советский человек. А он спросил, я говорю, как не советский? Это еще срок намотают. Конечно, советский. Советский я. Верьте мне. Так, ну бывают враги, побег готовят. Вы хотели бы помочь советской власти? Попробуй скажи, что не хотел помочь. Ты враг народа. Меня сейчас судят уже 25 будет, а не 8 лет. Да вы же советский офицер. Ну, конечно, я советский. Я желаю помочь. И уже они его засыпили. Что делать дальше? И тогда я, говорит, сказал, впервые спрятался за Христа. Я ему говорю, гражданин начальник, я не могу этого делать. Как не можете? Да вы же советский человек. Я опять проигрываю. Да, конечно, советский. Но я уверовал во Христа. Христианину этого нельзя делать. Как? Да вы же коммунист. Я уверовал. Я уже не коммунист. Я заключенный. Я враг народа. Он по своей статье уже. И как враг народа, я уже не коммунист. Я рад бы помочь, но я не могу. Сидел, сидел. Надо же. Я, говорит, впервые спрятался за Христа. Подвиг любой. А вспомните, когда отца Арсения допрашивали о нем. Он пряжкой бил, его полумертвого достали. За Христа надо спрятаться. И тогда подвиг твой, он совершенно незначительный. Павел перечисляет, сколько терпел. А мы спросим. Павел, ты надеялся получить награду? Да. А коммунисты, которые сидели в застенках, их пытали в НКВД, они ничего не надеялись получить? Так их подвиг выше? От внутренних страданий, да, выше. Как они страдали? Как они мучились? А Павел вот так радовался и ликовал в страданиях. Говорит. Наконец-то говорит. Я просто говорю, чей подвиг выше? Это, ладно, это, может быть, не совсем корректный вопрос. Потому что мы сравним древних христиан и современных. Современный христианин, когда все православие построено на концепции «Ащий правый спасет и едва, где же ты явишься грешный?» Является ли сегодня нынешний христианин уверенным в том, что ему все воздастся? Ну, я думаю, это частный вопрос к каждому. Там шторку не оторвите, на нее сели. Осторожно. Я верю в это. А другой ходит в это и не верит. Ах, откуда известно? Из жития святых. В семьи эфесских умерло отроков. Почему? Потому что в стране, говорит, было в церкви такое положение, что и архиереи не верят в раскресение мертвых. Архиерею не верили. И так Бог усыпил их, и они 300 лет проспали в пещере, внезапно воскресли с этими монетами в этом одеянии, и для того, чтобы следующим через 300 лет архиереям русским доказать, что есть воскресение из мертвых. И они спали, не сотлели, ничего. Подвиг первых христиан вели. Но они сами соглашались. Люди, которые при антихристии будут терпеть, подвиг и будет выше. Выше. Потому что мы боролись только с бесами. А тут сам придет сатана, который будет в человеке жить. Это не продать, не купить. Самая страшная смерть, знатовых, говорить, это от голода. И самое легкое, утонуть в воде. И спорить не надо. А что, боль? Поперхнулся и пошел. Ни боли не чувствовал, ничего. Сознание погасло. А это ты умираешь неделю-другую. Тело пожирает все. И костный мозг, и все. Ты не думай, что дольше проживешь. Те, которые полные, первые умирают. У них сердце не приготовлено. А те, которые часто поселились, они дольше всего живут. Как и в страте. Все умерли. Еврей купил пленных. Они дешево продавались. И всех их мучил, чтобы они отреклись, приняли еврейскую веру. И распял тогда их, которые не приняли, он распял. И он один уже на кресте висит, вторая неделя заканчивается. И тогда он только его перелубил и все. Сегодня евреи знают и говорят, вычеркните из списка святых. Евреи принуждают. И некоторые начинают из наших житей святых, вычеркивают. Но это было. Тогда давайте скажем, что не было убийства одного, другого, первых святых. Что Павла не гнали евреев. И чего вы боитесь от этого? Да, было. Не то, что там они хорошие или плохие. Но это исторический факт. Его и надо говорить. Молимся, Игнатина. Давай. Боже, милостив будь мне грешен, создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславец огрешил, Господи, прости меня, грешеный, помилуй. Царю небесный, утешителю души истины, и живи с детства, и вся исполняя. Сокровища благих и жизнью подателю приди, и вселися вны, и очистены от всяких скверных. Спаси блажь души наши. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые посетили с целью немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава отцу и сыну и святому духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое. Да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь. И остави нам долги наши, яко же мы оставляем, дожняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука в огонь. Ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот дивный воскресный день. Благослови нас и распусти с миром. Если что не по воле Твое было сказано, помысленно, прости и помилуй брата Акима в пути, благослови и возврати его в здравие. Пошли, добрые жители, вселение наше. Косни сердце патриарха, епископа, священника. Дай им духовное рождение свыше. И устраши правителей мира сего, чтобы они знали, что с начальствующих будет строгое взыскание. И что над ними Ты есть царь царствующих и Господь господствующий. Утишь войну на Украине. Пощади наших братьев, живущих там. Болящую Тамару, Анну, Александру, Елену, Валентину. И всех детей Твоих. Воля Твоя совершится и над нашей страной, и над всем миром. Чтобы нам не уклониться ни налево, ни направо, и не возроптать. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос.